So what is happiness for you? Я на кафедре микологии, я им очень благодарен за такие материалы, из этой книги можно почерпнуть очень много полезных материалов по классификации самих грибов, к сожалению или к счастью как-то так получилось, но она на английском языке, но это не так важно. Здесь множество есть описаний о строении, о самом внешнем виде мицелли, о скорости роста, о размерах клеток и так дальше. Очень полезный такой материал, который включает в себя все культуры из библиотеки, которые находятся в институте имени Холодного. Вот есть спецификатор по культурам и вот здесь есть очень такие замечательные разного рода электронные фотографии. Вот, к примеру, как вот такие очень большие фотографии образования клеток. Очень полезная книга. Но мы давайте остановимся все-таки на строении клетки мицеллия вешенки. Нас он будет в промышленном плане больше интересовать. И вот мы сейчас посмотрим, как устроена эта клетка. Вот, мы останавливаемся вот на такой странице. И здесь давайте посмотрим, что мы здесь будем видеть. Вот, я хотел бы побеседовать относительно вот этой фотографии. Возможно, такие материалы вы сможете найти и в интернете, публикации о строении клетки. Но такая фотография, просто ее внешний вид вам вряд ли будет чем-то полезен. Я попробую объяснить, что мы здесь сейчас увидим. Вот то все нагромождение материала, который сейчас вот видим на картинке. Это, как мы понимаем, строение самой клетки. И видно, что здесь есть множество разного рода органелл, какие-то питательные вещества. И многое другое, что там необходимо быть в клетке. Здесь мы остановимся на тех моментах, что любой понимает, что это есть клеточная стенка, клеточная мембрана. И посредине, вот то, что мы здесь происходим, это понятным образом, что мы видим вот эту мембрану между двумя мицеллярными клетками. Очень интересный вот этот момент. Здесь понятно, что вот одна часть, с одной стороны мембрана, с другой стороны, между ними находится какой-то канал. Это дает нам понимание, что между этими клетками идет, можно сказать, вот это общение, которое детерминирует, Вот то, что я постоянно об этом рассказываю, которое детерминирует те моменты, что некоторые свойства грибов и свойства мицелля не совсем понятны, но вот тут немножко дается такое понимание, что между этими клетками проходит общение, это что-то напоминает общение или взаимодействие клеток нервной системы у человека. Удивительный такой вот момент, то есть мы уже понимаем, что эти две клетки не существуют отдельно, одна от другой, они взаимосвязаны. На этом может и базируется странное поведение мицеллия именно шиитаки, который имеет два разных вида роста. В процессе колонизации это очень быстрые мицеллии с длинными и большими клетками, в процессе уже колонизирован, когда материал колонизирован, он меняет структуру, свойства своего роста, и мы можем видеть совсем другой вид роста. Вот здесь понимаем, что взаимосвязь между этими клетками определяет понимание того, где он находится. И вот здесь сложная такая система вот этого клапана, вот две такие, грубо назовем их, такие две пробочки, которые вот тоже напоминают вроде как гриб. Здесь срез прошел ровно посредине и видим, что это просто такой напросто клапан, который может туда внедряться или пропускать какое-то количество того, чего будет необходимо в другой клетке. И здесь немножко срез клетки прошел ниже и чуть так немножко в другом виде визуализируется, но здесь мы четко видим, что эта пробка напоминает что-то гриб. И две такие, вот этот сам канал, в котором происходит обмен. И еще очень понятным, визуализируется так четко вот такое округлое явление. Это явление является ядром вот этой клетки. И четко видно два вот таких ядра уже в самой клетке. Это генетический материал, то есть можно сделать вывод, что эта клетка находится в дикариотном состоянии, то есть в одном ядре находятся два ядрышка с генетическим материалом. То есть потенциально в дальнейшем это ядро будет разделяться снова надвое, и эта клетка будет делиться, продолжая таким образом рост мицелия. И здесь в этой части, ну трудно вот сказать действительно, или это есть деление клетки, или это какой-то артефакт попало органелла. Но приблизительно вот так может быть вот то же ядро, которое здесь находится еще в состоянии формирования, здесь оно уже расходится на две части. То есть вот эта часть отделяется от более такой большей, но она не означает, что она меньше, это зависит от того, на каком уровне прошел срез, потому что это электронная фотография и микронные размеры здесь имеют очень большое значение. И для примера я еще продемонстрирую несколько фотографий, которые сделаны у меня в лаборатории. Здесь я пробовал дать некоторые объяснения того, что здесь происходит. Здесь немножко меньше увеличение, и можно видеть очень такой длинный такой гиф, можно сказать, клетки. И вот все-таки видно на этой фотографии, что вот есть ядрышки в самой клетке, и этих ядрышек есть довольно-таки много. Они находятся вот здесь, их видно здесь, они в состоянии, скорее всего, что деления, и находятся сейчас в моменте разделения вот этих ядрышек на двое, и в дальнейшем каждая из них будет давать отдельную клетку. Вот это одно ядро. Теперь давайте посмотрим еще одну такую интересную фотографию. Здесь без подписей, но здесь четко можно наблюдать вот те моменты, о которых было сказано. Давайте посмотрим. Вот здесь очень хорошо видно круглое ядро. В центре этого ядра находится ядрышка. Здесь мы видим, уже фактически разделились. Здесь ядро разделилось, здесь можно видеть отдельно разделившиеся ядра и ядрышко в центре деления. И вот немножко выше, здесь очень хорошо уже видно, это отделившееся ядро, и еще немножко осталась между ними связь. И уже, когда вы стали такими профессиональными микромикологами, вот вверху вы можете сами уже прокомментировать то, что происходит. Вот четко видно два ядрышка и два расходящихся ядра. То, что мы видим сбоку, это скорее всего образование уже гифов от этой клетки, это отростки, которые в дальнейшем будут давать выросты мицелии. И немножко, та же фотография, немножко четче. Ну это вот этот круг, это поле микроскопа при освещении. И вот видим, как выглядит клетка вешенки. Снова-таки вы уже самостоятельно можете проанализировать, что здесь происходит. Уже видим вот эти расходящиеся ядрышки. Их тут очень много. Вот ядро. Здесь вот разделяются вот эти две клеточки. И образование в дальнейшем гифов. Вот они так вроде как отпучковываются. Это может быть и артефакт самой фотографии, а может быть и отпучкование. Но это скорее всего вот здесь, это не артефакт. Это отросточек маленький, который формируется уже в сторону от этой клетки. Вот для дальнейшего производства мицелия нужно все-таки понимать тот организм, с которым вы будете в дальнейшем работать. И нужно все-таки понимать те процессы, не только на уровне технического исполнения, а на уровне клетки и тех процессов, которые происходят в этом организме. Множество здесь очень хороших каких-то фотографий. Здесь такая макрофотография самого плодового тела вешенки устричной, плевротус астреатус. Это плевротус ерингии, или по-другому то, что называется королевская вешенка. Так выглядит рост мицелия на чашке Петри. Здесь более гомогенный рост. Здесь видим, что посевной материал был внесен в сам центр, и в радиальные стороны идет произрастание мицелия. Такой способ посева более всего оправдан, потому что вот эти радиальные лучи, которые будут отходить в сторону, это скорее всего будут монокариотные клетки, которые в дальнейшем будут давать очень мощный структурный мицелий, который нам будет необходим для дальнейших пассажей и изготовления уже рабочих культур. Давайте посмотрим, что здесь еще есть интересного. Вот есть такие вот интересные фотографии. Попробуем понять, что здесь нарисовано. Это скорее всего образование GIF. Здесь вот строение самих клеток. Довольно-таки качественные электронные фотографии здесь сделаны. Вообще видов самой вешенки есть очень огромное количество. Но так получилось, что более практичным и самым простым культивацией все-таки стала вешенка устричная. И в основном занимаются промышленным выращиванием вешенки устричной. Вот таким материалом я хотел с вами поделиться. Следите внимательно за каналом. Заходите на сайт, посмотрите, какие материалы сейчас есть в продаже. И всего вам самого наилучшего.